Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 7 глава. Прежде чем непосредственно перейти к анализу этой главы, следует отметить одну особенность построения беседы на празднике Кущей, которая в ней изложена. Дело в том, что без этого эти диалоги не будут ясны и понятны. В чем дело? Иисус Христос отвечает не на вопросы, которые к Нему обращены, а на ситуации, которые возникают в среде Его слушателей в связи с тем, что Он сказал. Так, словно в ответ на удивление иудеев, которые они высказывают друг другу тем, что Он хорошо знает Писание, Иисус Христос произносит «Мое учение не мое, но пославшего Меня» 7.16. То есть, никто Его не спрашивал о том, как Он может знать Писание, если никогда не учился. Но Иисус Христос знает эти недоумения и озвучивает ответ. Или, например, зная, что фарисеи послали служителей Его арестовать, Иисус Христос в тот момент, находясь в храме, говорит о бесполезности этой затеи «Еще малое время я с вами, и будете искать Меня и не найдете» 7.33. Таким образом, мы видим, что это показывает. Это показывает всеведение Иисуса Христа, которое отвечает на удивление, недоумение, сомнения, обращенные присутствующим друг к другу, а не к Нему самому. Глава начинается с указания на стремление иудеев убить Иисуса Христа, 7.1. Это переносит нас к исцелению расслабленного прикупальния Вефезда, 5 глава. Беседа, происшедшая после исцеления, не убедила аудиторию, настроенную довольно враждебно, в правоте действия Иисуса Христа и в том, что Он говорил о своем равенстве Богу, и желание убить Его у них не ослабло. И из опасности, грозящей в иуде, Иисус Христос не хочет туда идти, остается в Галилее. При приближении праздника кущей, а это праздник шалашей или палаток, он проходил в конце сентября, начало октября, и был связан с воспоминанием времени нахождения в пустыне, когда иудейский народ не имел своей земли, выйдя из Египта и жил во времена таких жилищах в шалашах и палатках. И братья Христа в преддверии праздника обращаются к нему с просьбой, предложением довольно настойчивым о том, чтобы он тоже пошел с ними в Иерусалим. Они говорят о том, что человек не может быть на виду, и если он не являет каким-то образом себя, по-видимому, они знали о том, что большая часть учеников покинула Иисуса Христа после беседы о хлебе жизни, и они предлагают ему в Иерусалиме явить свои чудеса тем, своим последователям, которые еще остались у него в Иудее. Но само это требование совершить новые знамения в Иерусалиме евангелист Иоанн объясняет неверием братьев Него. Мы знаем, что отношения между Иисусом Христом и Его родными складывались весьма непростым образом, и, по крайней мере, до Его воскресения, они не веровали в Него и не могли никак принять в Нем божественного посланца. Наверное, психологически очень понятно, потому что они Его знали, на глазах Он вырос, и поэтому, естественно, им трудно было принять вот эту уникальность, необычность и те божественные возможности, которыми Он обладал. Когда братья уходят, Иисус Христос тоже собирается идти на праздник, но Он приходит в Иерусалим тайно. То есть, по-видимому, можно сказать о том, что поиски Иисуса Христа в Иерусалиме к тому времени, к середине праздника, уже закончились, и поэтому Он мог безопасно войти в Иерусалим, в храм, не ожидая ареста, и, собственно говоря, и появление Его в Иерусалиме, оно становится действительно неожиданностью для Его противников и оппонентов. Реакция иудеев на учение Иисуса Христа, когда Он начинает учить в стенах Иерусалимского храма, обратно к той, которая может было ожидать. Мы привыкли к постоянной оппозиции, к несговорчивости, но здесь они восхищены, насколько хорошо Он знает Писание, и спрашивают друг друга, как это возможно, если Он никогда не учился. На что Иисус Христос отвечает им, что понять Его учение могут лишь те, кто согласны исполнять волю Божию. И продолжает, что Он ищет не собственной славы, 7.18, а славы пославшего Его. После того, как Он сказал о том, что только тот, кто готов исполнять волю Его Отца, может с Ним до конца согласиться, Он задает вопрос толпе, почему же они, имея от Моисея закон, не исполняют закона, а ищут его убить. Это обвинение вызывает резкую реакцию у народа. Бес в тебе, 7.20, кто тебя ищет убить? Они не понимают, в чем он их обвиняет, и, по-видимому, конечно, большей части слушателей были неизвестны планы религиозных начальников фарисеев в Иерусалиме. То есть, очевидно, речь идет именно о том, о чем мы уже сказали. Иисус Христос эти слова обращает не ко всем собравшимся, а лишь к той части толпы, которая была настойна по отношению к нему враждебно и была намерена его арестовать. Но, продолжает Иисус Христос, закон за нарушение, которого его пытаются взять под стражу, а речь идет, очевидно, об исцелении расслабленного в субботу, допускает возможность совершения дел. В субботу обрезание, которое было дано отцам еще до Моисея, обязательно происходило восьмой день по рождению ребенка, даже если этот день приходился на субботу. То есть, необходимость обрезания превышала закон субботнего покоя. И наоборот, если восьмой день совпадал с субботой, а младенца не обрежет, это было бы грубым нарушением закона. То есть, закон предполагает возможность своего нарушения. Почему же, спрашивает Иисус Христос, они озлобились на него так, если он всего человека исцелил в субботу? Нужно судить не по видимости, а праведным судом. 7.24. После того, как Иисус Христос напомнил собравшимся о чуде, которое он совершил в Иерусалиме, люди, многие из этих слушателей были пришельцами, паломниками, пришедшими издалека, они начинают понимать, кто перед ними. И задаются вопросом, неужели же воистину узнали начальники, что это Христос? 7.26. Ну и, собственно, сами себе возражают, ведь они знают, что Иисус урожденец Галилеи, а согласно традиционным взглядам, приход Мессии должен быть окутан тайной. То есть, никто не должен знать о происхождении Мессии, Христа. И на эти слова Иисус Христос возгласил, «И меня знаете, и знаете, откуда я. Не я не от себя пришел, но истинно пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него. Он меня послал». То есть, Иисус Христос не отвергает мнение народа. Действительно, о происхождении Мессии не может быть точно ничего известно. Однако их сведения, их представления о нем самом весьма ограничены. Они знают о его земном происхождении, о том, что он родился и вырос в Галилее. В то же время, конечно, о его вневременном происхождении им ничего неизместно. Поэтому на самом-то деле им и неизвестно подано, откуда он пришел и кто его послал. Однако, поняв, кто перед ними, кто-то в толпе решил проявить инициативу и схватить Иисуса Христа. Но из этого ничего не вышло, потому что, отмечает евангелист, не пришел час его. Дело в том, что история в Евангелии от Иоанна всецело подчиняется Богу и не зависит от человеческих решений. Итак, вспомним с вами, что братья, когда звали за собой Иисуса Христа на праздник, предлагали ему совершить там, в Русалиме новые чудеса для того, чтобы он явил себя миру и мир бы принял его. Однако мы видим, что здесь никаких чудес, собственно говоря, не происходит. Но память о том, что он совершил до этого, она приводит к вопросу, «Христос, когда придет, неужели сотворит больше знамений, чем этот сотворил?» То есть множество уже ранее совершенных чудес приводит многих слушателей Иисуса Христа к вере. Очевидно, что обсуждение велось открыто, без страха перед фарисеями, Иисусу Христу никто не препятствовал говорить, и поэтому фарисеи, которые находились в толпе, они услышали эти толки о нем в народе, такое мнение для них было неприемлемо, и они боятся распространения веры в него и принимают решение арестовать его и послушают служителей для того, чтобы сделать это. 7.32. И зная об этом, зная об этом намерении, Иисус Христос говорит, находясь в храме, что время пребывания его в мире подходит к концу, и он уйдет к пославшему его. И так как иудеи еще не поняли, кто его послал, им неизвестно, куда он пойдет, Господь возвращается к Отцу, а там они уже не смогут его найти, так не смогут пойти вслед за ним. И услышав вот эти слова о том, что он намеревается уйти от них, иудеи задаются вопросом, а куда, собственно, он пойдет, куда он собирается идти, что мы не найдем его, 7.35. Они думают, что он собирается покинуть Палестину и пойти в рассеянье учить иренов. То есть евреев, которые находятся в рассеянье, ну, вряд ли здесь может говорить об учении язычников. С праздником Куйши был связан один специфический ритуал. Его участники должны были взять ветви красивых деревьев, ветви пальмовой и ветви деревьев широколистанных и вербичных. Об этом говорится в книге Левит. Судукеи считали, что из этого материала следовало бы строить кущи, а фарисеи говорили, что эти ветви народ должен принести с собой в храм, как примерно у нас сейчас на вербное воскресенье. И вот каждый день люди приходили в храм со своими пальмами и вербными ветвями и шествовали с ними вокруг большого жертвенника. Который находился во дворе израильтян, где, собственно, и приносились жертвы животных. В это время один из священников брал золотой кувшин и, вмешавший полтора литра воды, спускался к селамскому источнику, наполнял его водой и выливал этот кувшин на жертвенник. В это время люди махали своими ветвями. Это была такая драматическая молитва о дожде. И благодарение Богу за его чудный дар воду. В последний день праздника эта молитва приобретала особый драматический характер в память об обхождении Иерихона. Когда стены его пали, люди обходили жертвных с ветвями семь раз. И вот в этот момент, во время этой такой торжественной церемонии присутствия в храме, Иисус Христос провозгласил 7.37 И евангелист объясняет, это сказал он о духе, которого должны были получить верующие в него, ибо еще не было духа, потому что Иисус еще не был прославлен. Ну, прославление в данном случае евангелист Иоанн в соответствии со своим пониманием предназначения Христа называет ей крестную смерть, о чем у нас с вами будет еще речь впереди. Отметим также здесь, что евангелист сам приводит толкование слов, которые в тот момент, как мы сейчас увидим, для слушателей тоже не могли быть были понятными. Дело в том, что для нас толкование, как нам кажется, это дело уже как бы последующих веков, после того, как евангелия были написаны, распространялись. Мы с вами знаем какие-то из этих толкований, на самом деле их не так много в православной традиции, но толкование на самом-то деле это не последующая реакция на книге Нового Завета. Уже при их составлении, при их написании в них как бы закладывалось толкование, и некоторые фрагменты, как мы видим, даже евангелист должен был пояснять, потому что иначе они вызывали бы непонимание. Ну, например, вот в шестой главе сам Христос говорит ученикам, что один из вас дьявол, и если бы никакого комментария не последовало, то мы бы действительно могли подумать, что дьявол как бы затесался среду учеников, но евангелист говорит, что это он говорил об Иуде Искариоте, который хотел предать его. И здесь точно так же мы видим, что евангелист дает свое толкование, потому что без него эти слова, как и в случае беседы с Самарянкой о воде живой, они просто были бы непонятны. Еще раз подчеркну, что толкование – это не последующая рефлексия на священные тексты. Толкования возникли одновременно с их написанием. Уже тогда при составлении и апостольских посланий и Евангелия была очевидна, и даже неизбежность толкования, без которого тексты были бы непонятны. Итак, о чем же идет речь? Иисус Христос говорит о том, что из тех, кто верит в него, будет течь реки воды живой. Эти слова действительно становятся понятны в соотнесении с беседой с Самарянкой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 4.14. Возможно, эти слова, а сам Христос ссылается на Писание, являются переложением слов пророка Исаии. Исаии 58.11. «И будет Господь вас ждем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, из которого воды никогда не иссякнут». Как уже было сказано, эти слова вызывают неоднозначную оценку у слушателей. Часть толпы считает, что это пророк, другие уверены, что он Христос, и, наконец, решающим было мнение, что о происхождении Мессии вообще никто ничего не может знать. Но теперь они вспоминают, что Христос, как потомок Давида, должен, согласно порочеству Михея, родиться в Вифлееме, город, из которого был родом Давид. Понятно, что читателям Евангелия на рубеже I и II веков уже хорошо было известно, что Иисус родился в Вифлееме. Но, конечно же, те, кто слушал его тогда, этого не знали. Но вот в этой ситуации как бы брожение, когда одни были на стороне Христа, другие сомневались в нем, но все-таки он ни у кого не вызывал какой-то негативной оценки или восприятия, арест его оказался невозможен. И поэтому те служители, которые бы посланы для его ареста, возвращаются к первосвященникам и фарисеям ни с чем. Это вызывает у них недоумение. Почему вы не привели его? И сила и необычность слов Христа помешала им это сделать. «Никогда еще так не говорил человек, как этот человек». И начальник уверен, что только невежество обеспечивает веру во Христа. Народ, не зная закона, его легко обмануть. Прокляты они. 7.49 заявляют они. И тогда Никодим, который нам уже известен, который приходил ко Христу ночью, выступает на его защиту. Он говорит о том, что может ли наш закон судить человека, прежде чем его не выслушают. То есть, другими словами, необходимо соблюсти все процессуальные особенности. То есть, как можно осудить человека, учение которого неизвестно. И это указание на нарушение закона вызывает резкую оценку и недовольство. Разве ты из Галилеи, чтобы защищать его? Удивлены начальники его словам. В ответ на то, что они не поступают по закону, они предлагают ему самому получше изучить закон и убедиться в том, что из Галилеи пророк не приходит. 7.52. Итак, мы уже с вами говорили неоднократно, что беседы в Евангелии от Иоанна строятся как судебные заседания. И седьмая глава является этому еще одним подтверждением. Иисус Христос вначале говорит, судите праведным судом. Но мы уже отметили, что говорит он это не всему собравшемуся народу, а тем его противникам и оппонентам, которые присутствовали в толпе. И именно их он спрашивает, почему они ищут его убить. 7.19. Это им, знатокам закона, на примере Писания он объясняет, что закон допускает возможность своего нарушения в субботу. И никто из них не соблюдает закона, потому что они ищут его убить без всякого судебного разбирательства. Таким образом, разговор ведется как бы в двух плоскостях. Иисус Христос непосредственно общается с толпой паломников, но при этом обращается к тем членам Синедриона, которые присутствовали в толпе. Поэтому простые люди, большая часть которых видел Иисуса Христа впервые, просто не понимают, о чем он говорит. И даже говорят ему, бес, кто еще тебя убить. И тем самым мы видим с вами, что беседа на празднике кущи является выступлением Иисуса Христа на суде. Фарисеи обвиняют его в нарушении закона, но при этом сами не хотят его выполнять. Они готовы осудить Иисуса Христа на смерть, даже не выслушав его без необходимого расследования. Поэтому Христос и просит их судить праведным судом. То есть исцеление расслабленного было нарушением субботы и закона только по наружности, ведь сам закон допускал возможность своего нарушения. И, конечно, эта глава подчеркивает необходимость веры. И мы видим, что в процессе беседы с Иисусом Христом, в результате общения с Ним, люди приходят в веру. Их не останавливает его галилейское происхождение. Они готовы довериться Ему. А фарисеи все равно не хотят верить и признавать авторитет Иисуса Христа. Итак, мы видим, что действительно присутствие Христа накаляет обстановку, действительно драматизирует его пребывание в Иерусалиме. И это получит последующее осуществление в следующей, восьмой главе, потому что, несмотря на то, что таким образом Иисус Христос встречен в Иерусалиме, и там ищут его убить, он, как ни странно, остается там на следующие три месяца. Но об этом уже речь дальше идет в восьмой главе. Продолжение следует...